Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. В эфире вновь «Харча-Медиа». Я, Худжа Улыбаева. И по традиции мы выносим на обсуждение самые злободневные и актуальные вопросы. Тема сегодняшнего эфира – политическая ситуация в Кыргызстане, что ждет в ближайшее время страну. Актуальные вопросы мы обсудим с нашим гостем, адвокатом и общественным деятелем Эркином Улыбаевым. Эркин Мурза, здравствуйте, добро пожаловать на эфир. Добрый день, здравствуйте. Эркин Мурза, вот прошел ровно год с массового задержания политиков, гражданских активистов и журналистов по так называемому кемперабадскому делу. В настоящее время идут судебные разбирательства в закрытом режиме. Сами обвиняемые и их адвокаты не раз заявляли о политической подоплеке дела и отмечают правонарушения, которые постоянно допускаются. Год прошел и к чему пришли? Не легче ли было властям не возбуждать уголовное дело и не раздувать проблему? Во-первых, как вы знаете, уже 1932 год принята декларация независимости в Крыльгинской республике. То есть Крыльгинская ССР 31 августа 1991 декларировалась, что будет защита прав и свобод человека, что пойдет на демократизацию и социальную справедливость нашего общества. Но, как сегодня смотрим, защита свободы слов человека не наблюдается. Все идет в уменьшительном форме. То есть декларации остаются на бумаге, а на самом деле по-другому. Как вы знаете, уже собрались ребята чай попить, обсудить общественно-политическую жизнь страны, общественные, государственные деятели, небезразличные нашему обществу по темправатскому делу, по уходу воды из земли Узбекистана. Собрались около нескольких десятков человек, ну из них на 30 человек я лично сам видел документов, ходатайство было, сговоры, захвате, приготовление власти. Ну на самом деле этого не было. По уголовным делам, которые 60 с лишним домов, которые я изучал, смотрел. И просто ребят посадили в одной стороной порядке. Вначале было публично, а потом уже в январе они засекретили. То есть хотят обществу не показать, что подавление идет и накомыслие обществу. И я думаю, сегодня из тех, которых 30 человек, 27 было возбуждено уголовное дело, на 30 человек, я думаю, где-то собирались возбуждать. Из них два депутата, Буэль Масалиев и Мадумаров и Кудайбергенов, Телепмат, то есть три и 27. Из них двое, один был под домашним арестом, а 26 человек были взяты под стражу СИЗО. На сегодняшний день выделили их отдельно 25 человек по уголовному делу. С пяти уголовных дел было массовое нарушение Уголовно-процессуального кодекса, массовое нарушение Конституции, крыску всех кодексов, законов, все, что возможно было односторонним в порядке возбуждения, нарушений всех этих законов. На сегодняшний день из 25 человек, других отдельно выделили уголовное дело, а из 25 сегодня 14 находятся под домашним арестом, и один из находятся под стражей СИЗО номер один города Бишкек. Как вы знаете, один из них сегодня проходит по двум уголовным делам из 14 Ахалайдбаев. Ахалайдбаев привязали его к Мадумару, где идет уголовный дел, 30 будет рассматриваться в ноябре. Ахалайдбаев и Мадумаров. Ахалайдбаев идет и по Кимбарабадскому делу, то есть два суда. Вообще я не понимаю, как можно человека в двух судах и судить. Один может дать 10 лет, другой 15 лет. В уголовном процессуальном кодексе такого закона, вот как ранее я был депутатом двух судов, там все написано, объединяется в одно уголовное дело или выделяется. Или должны Кахалайдбаев в одном арктуризе всех 25 человек куда отправить, или их должны объединиться к импроватским делам. Потому что вот весь ситуация, и везде засекретили. А что такое засекретили? Значит, скрыть от общества полностью, какие тут нарушения, нарушения Конституции Кыргызской Республики, нарушения кодексов, законов и всех норматив правовых актов. Вот примерно так. Вот вы сказали про Акыла Айдбаева. Такая же ситуация с Рафшаном Джейнбековым. У него же уже идет суд по койтажским событиям, уже четвертый год. Получается, сейчас и по Кемперабадскому делу его судят. Давайте опустим юридическую сторону. Если возьмем политическую, подноготную, то нужно ли было возбуждать уголовное дело, чтобы вот это будоражить общественность, эту проблему и заострять внимание общественности на этой проблеме. Ну, ушло водохранилище, ушло. Вот они возбудили уголовное дело, посадили политиков, активистов. Они еще больше заостряли внимание на этой проблеме. 13 мая, в 2023 году в Центральной избирательной комиссии была встреча с кандидатами в депутаты по Ленинской избирательной округе. Тогда встреча была с президентом. Я лично, публично сказал, «Вас ввели в заблуждение. Вы прочитали всего лишь две кусочки бумаги в записке. То есть вас генеральный прокурор, министр МВД, председатель ГКНБ вводят в заблуждение. Я вот лично сказал, беру ответственность, что ребята незаконно сидят. Они все наговорили, что захват власти. Там близко не было. Там очень грамотные люди, которые писали законы Кыргызской республики, участвовали в конституционных совещаниях по основным законам. У них понимание есть. Они никогда не могут допустить, чтобы захват, призыв власти. Ну, знаете, это смешно. То есть, когда я сказал, ну, Садыр Нурбожойч, президент, промолчал. И ничего не ответил он мне. Но когда были телевидения, они вырезали эту часть, а остальное все показывали. Сейчас при встрече с главой государства, с членом правительства, когда встречи бывают, у всех все забирают. И не допускают свободность средств массовой информации, а только свою дежурность в СМИ допускают. И поэтому идет пропаганда мощная, односторонняя. И сегодня идет ущемление. Никакой защиты, свободы, слова человека нет. И средства массовой информации, я считаю. Вот сегодня в Дживорки-Геши был принят в первом чтении закон об иностранных представителях. Вот эта тема активно обсуждается в обществе уже последние пару месяцев. Можно ли сказать, что теперь у властей появился еще один дополнительный рычаг давления на активных граждан? То есть там и уголовный кодекс до 10 лет лишения свободы. Я считаю, что она сегодня ничего не значит. То есть сегодня нет ни свобода слова, ни свобода средств массовой информации. Сегодня полностью идет односторонняя. Они сегодня не смотрят. И каждый думает, экспорты все, безграмотно ведут уголовное дело, экспортные заключения не дают, которые вообще не бывают лицензии, они даже не различают слова. То есть насилие, испуг, у них различий нет. У них все мерещится, сегодняшняя власть, что все хотят захватить власть у них. Я думаю, ну, сегодняшний законопроект, который внесли, ну, можно сказать, вообще молчите, все, рот откроете, палец сломаем, или зубы сломаем, или глаз выкнули, если посмотрите. Услышите, уши вырвем. То есть вот такая тактика идет сегодняшняя нашего правительства. Вот еще одна тема, которая сегодня активно обсуждалась в Дюркенеши, и также будоражит общественность, это вот инициатива спикера парламента изменить государственный флаг. Давайте сейчас посмотрим короткое видео из заседания Дюркенеши, а потом перейдем к вопросам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сделал ряд таких громких, жестких заявлений О том, что борьба с ОПГ Будет жесткой, непримиримой В свою очередь Садырджи парк заявил О том, что поручил военной прокуратуре Проверить законность специальной операции В ходе которой был убит застреленный Криминальный авторитет Какими будут итоги проверки? Стоит ли ожидать объективного расследования? И означает ли это, что между президентом И главой спецслужб есть разногласия? Как вы думаете? Я думаю, во-первых, разногласий Между Садырджи парком и президентом нет Вся ответственность полностью лежится На президенте Кыргызской республики Он дает указания Он назначает министров Вице-кабинет министров Судей, прокуроров Всю государственную структуру Конституцию позволила ему все назначать Он подбирает свои кадры Значит, это было поручение по президенту Так что-то принять Если неволе Или президент захвачен Но я думаю, не захвачен Все, что творит в стране, президент знает Он поэтому просил полностью дать полномочия Вплоть до назначения технических и сторожа Мы же дали ему все полномочия Он должен отвечать Причем здесь Ташиев или еще кто-то другой Судей он назначает Если что-то в КНБ нет Судей принимает решение Согласие с судей привлечения к полуноответственности Совет по отбору судей занимается И он освобождает Ни Ташиев не освобождает Он только возбуждает и просит Ходотайского управительства Или депутата А могло ли быть такое, что Камчебет Ташиев мог действовать Не сообща президенту То есть самостоятельно Тогда я не пойму Тогда он президент является Сегодня президент у нас один, я думаю Я далек от того, что Президент всего не знал Есть надзор в Генеральную прокуратуру Есть другие службы Которые контролируют и докладывают Я думаю, что служба Государственной охраны есть у президента У него целые отделы есть аналитические Которые работают Есть у него десятка МВД Министр, которые ему подчиняются Контроль они друг за другом ведут полностью И докладывают президент И у полномочий у президента Выпускать распоряжение И указы только у одного человека Садырнур вручился Джапарова Ни у Ташиева, ни у Ниназалиева Ни у Зулушева И парламент сегодня какой Вы же знаете сегодня парламент Мне стыдно говорить об этом парламенте Сегодня система управления полностью Конституция полностью под президентом Супер президентская страна сегодня И все экономические вопросы И все правовые вопросы И идеологические заложены у президента Хочет он, нарушает законы, не хочет, нет Это его право И он выпускает точки запятые Ему ставить Как он видит Сегодня никто не смотрит на эти законы Я думаю Вот после официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызстан СМИ появилась такая Ну появился весьма такой Интересный Скажем даже так Немного такой провокационный Комментарий Политолога российского Никиты Минковича О том, что Вот Садыр Джапаров Стремительно теряет Влияние свое И досрочно может Покинуть свой пост И следующим президентом Вполне может стать Хамчубек Ташиев То есть у него есть шансы Как вы думаете Это специальный Какой-то информационный вброс Или же это предположение Аналитика Имеет под собой почку Я думаю Предположения у Аналитика нету Сегодня У президента Вся власть И сегодня Конституция Завтра новый выбор Он обратно победит Невозможно При сегодняшней Конституции И в избирательном кодексе А президента Крыгызской республики И депутата Джугар Кенеш В Крыгызской республике Победить власть Поверьте мне Нет Нету Потому что всю систему Я сам себя избираю Народ не избирает И невозможно Его если не захватят Не устранят президент То его невозможно победить Даже таких Как Ташиев Как меня Ташиев Пусть там Тысячу будет Таких Как я Миллион Ну невозможно Не победят Это остальной сказ То есть Конституционный закон О выборах И Конституция Его не позволяет Простому избирать Его Решить Свободу слова Свобода выбора Это моя точка зрения И я убежден И все знают Практически Остальное все Заигрывано Дежурные аналитики А тот аналитик Я думаю Это не мнение Кремля Это его личное Заболтнул Или вопрос Там Как сегодня С флагом Чтоб люди обсуждали Эту тему Вот еще Такой вопрос По Кумтору Вот Кумтор полностью Перешел к Кыргызстану Вместе с ним Нам достались И проблемы Вот Возможные Экологические Катастрофы Отчего Надо уберечь Рудник Чтобы избежать Технологической Катастрофы Ну Она неизбежна Она неизбежна Потому что Мы это изучали И то что Вот Как они считают Захват Все таки Они пошли На договоренности То есть Все активы Которые были В Центере Вот она была Центере Они выгодно Выиграли Миллиардное состояние Которые имеют 26 тысяч Процентов Они обменяли На На наш мусор И я думаю Кумтор Еще же Ее должны Рекультивировать Оттуда Не падать Ни один копилка Ни один тын То есть Это Еще впереди Будет Нанесен Экологический Счет Если Сегодня Бишкек Завтра По сезонам Начнется Смок То есть Президент И кабинет Министров Она не может Решить О чем Можно Говорить Просто Элементарно Вот здесь А то Что в горах Мы же Вообще Не видим Там Туда Никого Не допускают Общественные Не допускают Общественные Экологические Комиссии Не допускают А допускают То что Сами Что хотят То и делают Поэтому Там Воруют Миллиардами А внесли Там 10 миллионов Сомов Я вообще Не представляю Как это Все Может Или Все Заврались Или Президенту Надо разобраться С силовыми И сказать Иди в этот Разницу Миллиард Воруешь 100 миллионов Заплатил И отпускают То есть Никаких Мер Воздействия На людей Нет Вот Подытоживая Сегодняшнюю Нашу Беседу Как вы Оцениваете Вообще Политическую Ситуацию У нас В стране Уже Три года Как бы Как прошло С октябрьских Событий Когда власть У нас Сменилась К чему Мы пришли За эти Три года И чего Нам ждать В ближайшее Время Будут ли Потрясения Для страны Будет ли Социальный Взрыв Что необходимо Сейчас Властям Предпринять Чтобы Этого Взрыва Не было Я думаю Властям Сегодня Надо Больше Дать Власти Народу Чтобы Она Избирала Она Была Единственным Зеркалом Подвести Все законы Полностью От народ Избирание Тех же Губернаторов Министров Депутатов Которые Вот только Тогда Будет Общество Принимать Активное Участие В выборах Активное Участие Принимать Большие Все Кроме Двух Трех Человек Кому Не доверяют Как Дальше Работ Семи Миллионам Поэтому Все Бегут Странно Все Бегут У кого Что-то Возможность На самолет Сесть И улететь Он даже Чемодан Ему Не надо Все Бросает И где-то На заработки Уезжает То есть В ближайшее Время Светлые Перспективы Ждать Не приходится Да В стране Ну Не Скоро Не на днях Как Впервые Когда шел Содер Нургузович Джапаров Он сказал За 2-3 месяца Я все решу За 2-3 года Но сегодня Уже говорит Десятки лет Дайте То есть В ближайшие 2-3 года Ну Пока Смрачно Я думаю А вот Пойти На То есть Договориться Например С политическими Оппонентами С теми же Оппозиционными Политиками Придти к какому-то Консенсусу Чтобы Всеобщими силами Как бы Сесть за 100 переговоров И начать Работать на страну Власть готова К такому диалогу Я думаю Правительство Сегодня К этому не готово Им что-то говорить Надо Потому что Будет Оппоненты Политические Они живут У них программа Они будут Говорить Чтобы все это было Они скажут Работайте Публично И прозрачно Если они готовы Публично И прозрачно Работать Тогда они готовы Если они не готовы Публично И прозрачно Работать То как Кемп Рабат Закрыт Уголонтел И всех Надо загонять В одну Бутылку А в одну Бутылку И закрыть Пробку И бросить В озеро Пусть там Плавает До лучших Время Ясно За то Что уделили Успехов Кристо И вам Спасибо Спасибо большое Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры